Добрый день, волонтёрский штаб. Чем я могу вам помочь? Разовите, пожалуйста, имя, фамилия, отчество. На часах всего 9 утра Аразита Набтугова уже принялась десяток звонков от жителей республики, которым требуется помощь волонтёров. Сама Аразита в ряды добровольных помощников штаба «Мы вместе» вступила буквально несколько дней назад. Она уверена, что в этом непростом деле важен каждый человек. И узнав, что в регионе нехватка волонтёров, взяла за руку подруг и пришла в штаб. Я по желанию пришла в центр волонтёрства. Это интересно, лекарство какое-то доставить пожилым людям, помогать им. Я учусь в медицинском на самом деле, и мне не мешает эта деятельность волонтёрства. То есть я могу в день проводить несколько часов здесь. А вот Сиперби Кирейтов в волонтёрском штабе уже не первый год. Чаще всего он выполняет здесь роль автоволонтёра. Например, сегодня ему необходимо купить и доставить пенсионеру целый список медикаментов. Сиперби считает, что эмоции от того, что ты смог помочь человеку, несравнимы ни с чем. И благодарность нуждающимся в этой помощи – лучшая награда для волонтёра. Жизненная кредо моё личное. Относись к людям так, как хочешь, чтобы к тебе относились. И самое главное, скорее всего, вот это в жизни – отталкиваться от того, что важно, полезно. Очень позитивная работа. Когда ты помогаешь найти счастье людям, ты находишь своё собственное. И самое главное, наверное, это в жизни – быть полезным для общества, для людей. Волонтёрская работа привлекает сейчас многих. Да и многие сферы жизни крайне нуждаются в них. Но с началом пандемии особая потребность волонтёров появилась в сфере здравоохранения. Не случайно сейчас в волонтёрском штабе много студентов-медиков. Причём в большинстве своём волонтёры не получают никакой финансовой выгоды за свои старания. Конечно, во всей стране сейчас активно, вот в период, когда пришла пандемия, стало развиваться волонтёрство. Это такое социальное волонтёрство, помощь во всех направлениях. Естественно, в нашей республике тоже замечается большой рост вовлечения молодёжи в волонтёрскую практику. И, конечно, я должна отметить, что волонтёры занимаются этим на безвозмездной основе, совершенно бесплатно, наверное, чувствуя свою социальную ответственность. Сейчас, да, идёт активный набор волонтёров в наш штаб, потому что в связи с подъёмом все силы брошены в поликлиники. Автоволонтёры сейчас очень востребованы для нас. К нам в штаб тоже требуются волонтёры. Мы приглашаем всех желающих, кто хочет оказать нам содействие, помощь в этом направлении. Ждём вас у нас в штабе. Все желающие могут зарегистрироваться в качестве волонтёра на портале добро.ру. Фронт работы велик. Штабу необходимы волонтёры для работы в колл-центрах, поликлиниках, в красной и зелёной зонах больниц, для разводки продуктовых и лекарственных наборов и многого другого. Алина Гидеева, Назир Капушев и Мурат Кемрюгов, Архыз, 24. Субтитры создавал DimaTorzok